Я вам говорю, что у меня есть книжка, а я вам не показал. Итак, прихожу в библиотеку, опять она. Я ее видел на каждой полочке у нас, у всех, я ходил к друзьям, все садоводы, у всех. Сейчас тираж у меня 150 тысяч. Видимо, продавалось, раз я видел столько раз. 150 тысяч. Я не знаю, где сейчас Фатьяна, я не знаю сейчас, где Менафов. Не знаю. И знают ли они в будущее сейчас, кто-то может в могиле. Это как бы для меня образная фамилия, как бы олицетворение тысяч ученых, которые учили убивать. Тысячи их таких. Может академик, может заслуженный, может уже на том свете. Вот. А раз не знаю, я же не знаю покойнику на лет, могу пинать, потому что они это заслужили. Из-за них в России садов нет. Вот. И вот они объединили свои усилия, два мозга, и сделали такую обложку. Вишня и слива. Посмотрите внимательно. Я еще не открывал ее. Мне библиотеки дали. Это не... Вы сколько народу ее прочитало? 150 тысяч. Это не значит, что 150 тысяч человек прочитал. Если купил, точно прочитал. А библиотеки сколько их? Вы знаете, сколько на библиотеке пролежало? Тут какой-то... Вот я не посмотрел. Год я запр... 80 какой-то год. Судя по всему. Старинный. Это самое малое 35 лет это. Да? Сколько людей его прочитало? Выпросил. А знаете почему? Они это... Спис только сейчас на списание просил. Только сейчас. Сколько это... Смотрите внимательно. Вот эта ветка показалась... Схема очень показательная. Лишняя. Да, вот прямо специально. А эта ветка лишняя у них. Почему? Она очень низко растет. Помните, так, ораторствовала? С тысячи людей слушали ее, да? Десятки тысяч. Мужам не ходить мешало. Это такой довод у человека, который лекции читает. Прям видно было, что она читает лекции в аудитории. Что это человек из ученого мира. Какая-то уже простецкая. Там уже деградировали. Раньше ученый встанет, рожа кирпичом, впереди этот самый конспект. Не отступит ни одного этого. Будет бубнить, бубнить, пока все не уснут. А она давай руками махать. Вот. Представляете? Это так трудно скосить траву. Нет, перекопаем. Чтоб спина не болела. Ну, смеетесь. Так вот она, значит, вот эту ветку, вот они отрезают. Она им помешала. Другая. Вот тут теперь метр точно есть. Мы с вами как изучали? Вот дерево, да? Вот куст. Как куст образовался? Допустим, завезли, ну, это самое, это отдельный разговор. Ну, допустим, пусть гипотетически, но завезли яблонь или грушу на планету Земля. И вот она растет. У них еще, кроме того, что они пошли, одна на север, другая на юг, одна на запад, другая на восток. Дерекции там эти. Там погибли склонности к выприванию, здесь погибли склонности к высыханию. Так же? Вон, как абрикос. Больше поливать не надо, ему по-барабану. Не нужно, он ваше поливо. У него месяцами ни одной капельки с неба, и ничего. Я даже не все равно поливаю. То есть, это ладно. А они-то что делают? Дерево стремится, вот с помощью вот этих веток, вот она, нижняя, иметь кустовидную форму. Заморозит, ясно где. Чем выше, тем труднее. Там ветра больше, там нагрузка ветровая, там сломаться может, там замерзнуть может. Вот эти ветки спасут дерево всегда. Это их надо отрезать. Оставить раны. Они даже не знают, и этого нигде. Они, я уже сотни, только у меня же там забиты этими периодической литературой. Они, сотни авторов, ни один из них не написал. Но вы поаккуратнее, конечно. Когда отрезаете, имейте в виду, что как-то рано дерево теряет десятки доли морской стойкости, или целые градусы морской стойкости. И что на севере нельзя, то что на юге. Вот. А когда-то оно все шло с юга. Это генерал Раевский, который книги печатал, он же умница, он талант. Я уважаю его, и как генерал, и все-таки генерал с такими мозгами. Но он-то в Крыму же книгу-то писал. В Крыму. А потом, это самое, опечатают, сколько этих тысяч книг продано здесь, в Сибири. Ну, напиши-то, что это для Крыма. Ну, Киршинская область, ладно там. И вот, получается, отрезали штамп, а как получается кустарник? Когда дерево век за веком, век за веком, оно растет, оно пытается, а оно опять отмерзает. В конце концов, что получается? Попало семечко в ветреное место, прижало земле, все, что вверх отмерзало. С первого поколения, сотая, тысячная, миллионная, и получился кустарник. Так? Вот. А эти что сделали? Изувечили дерево, и я уже думаю, ладно. Ненавидят нижние ветки, не понимают их ценность, не понимают, что вот эта ветка, даже если она без плодов, так часто бывает, она кормит корни. Ее задача, весь листовый аппарат, а корни, кто кормить-то будет, вы же ветки отрезали, а на них, вот, на отрезанных ветках, примерно 50% листьев. Мало того, что раны, ну, расти же надо-то, они все поотрезали. Они об этом подумали, а для чего пореживают, когда эти самые, я не обрезан на эти, вишни у меня. Чего их резать? Урожай-то котел, помните? Дождями жрали. Ладно, вот я выговорился, идем дальше. Я так, вот эту ветку понять не могу, эту-то зачем отрезали? Ну, чтобы не было. Еще жиже. А потом наученное имя, это самое, более молодой. А валенок, что бы пролетал? Вот, вот, валенок. Мы валенком, когда-то взбивали плод, это, груши. Ладно, теперь самое главное, ради чего. Вот, друзья, это очень важно. Вы уж потерпите меня занудного. И вот он, когда я его выучу-то, я думал, монолиус, а ну, кажется, правильно, манилиус. Я так запомнить не могу, эти дурацкие названия. Ну, написали бы грибок, ну, плесень. Одна из распространенных, слушайте, болезней вишни. Так вот, сразу скажу, ребята, вы-то уже понимаете, все, мы с вами несколько месяцев работали на пару. Манилиоз, нет, не так. Это написано, распространенная болезнь вишни. Вишни монолиозом не болеют. Никогда. Никогда. Ни одна ветка, ни одна почка, ни один листик не болеет монолиозом. Вот это самое страшное заблуждение, которое привело к гигантской работе не по возрождению садов, не по росту, а по уничтожению садов уже вторичным способом. Изувесим, а потом в магазин, а там тонны ядохимикатов, раз, всевозможных этих самых еще оживителей, как бы их назвать. Ну, в общем, все, что способствует якобы. Улучшители. Которые здоровье добавляют. Стимуляторов. Стимуляторов и чего, и названий все больше. Но в основе лежит вот эта страшная ошибка. У меня сейчас 150, завтра будет 250 человек знать. Это на всю страну. Этого не знает ни один ученый. Вы думаете, почему здесь сидит Иоанн Александрович? Я с него пылинки сдуваю. Так вот. Читаем дальше. Это еще пока слова, но уже доказательства. Дальше все нормально, смотрите. Поражают бутоны, цветки, листья. Молодые листья, вранье. То есть мы уже, надеюсь, просто верьте. А также плодов, веточки, засыхающие в процессе болезни. Вот это правильно. Потому что они видят и на здоровых, им кажется, что они здоровы. Это начало болезни. А на засыхающих, там просто больше проявляется сам гриб. И поэтому вот тут и правильно. Вот. На плодах появляется гниль. Они загнивают и засыхают. Только дело в том, чтобы плод, это от здорового дерева, плод никогда не болеет. И никогда глини не бывает. Почему? Потому что, давайте вспоминать, когда у нас плоды начали портиться. Они начали портиться. Холодное лето. Дождливое. Дождливое. И влажное. И это самое. Некоторые из них так висели-висели, ждали тепла. И начали... А влаги столько, что они начали разломаться. И вот даже тут, помните, это письмо. Это очень опытный товарищ. Не буду его в камине называть, да? Толковый, наблюдательный все. И все-таки он перепутал. А виноваты муравьи, они прокалывали плоды, и туда попадала гриб. Муравьи прокалывали. Они не виноваты. Они прокалывали только то, что уже созрело и перезрело. И начинается их пора пира, пиршенство. А они должны собирать с земли плоды и кушать. Муравьи наши главные друзья, помощники, защитники. Но что делать, когда он падать не хочет? Уже на дереве перезрел, лопнул. Им виноват не муравей. Муравей берет свою долю. Ну, скажите, когда мы ходили по абрикосовому саду, муравьи жрали плоды перезревшие. На наших глазах. Мы фотографии делали, мы снимали. На деревьях видели, ходили на пятнышках. Ну и все. Значит, это их доля. Дальше. В гниющих тканях размножается возбудитель гриб. Ну куда ж ты? Вот в конюхну. Вот. На больном дереве, изувеченном, вами. А почему изувеченном? Ну все, дальше пойдем. Появляется, да, эта гниющая плоды на... Я насмотрелся под Москвой, там все изувечено. Все, все сады. Я ходил, у меня и так волос нет, а тут остаточки с дыбом стали. Да что вы творите? Все деревья до единого. Вот хожу, хожу, хожу. Вот. Вот они. Вот они, ребята. Ваша работа. А вдруг кто-то из вас сейчас... Не знаю, не могло бы набрать это в интернете фамилии. Вот. Не знаю. Тем более редкое сочетание. Б, М, да? В, И. То есть, не хочу. Вот. Для меня вы как бы это... Обезличенные как бы представители этой орды. Те, кто не ведут, что творят. И начинают, смотрите внимательно. Вот. Даже ближе сесть. Видно, не видно. Профилактические мои опрятия. Прореживающие опрески. То есть, считается как? Дерево неправильное. Сам Господь Бог ошибся. Создавая вот это дерево. Сам Господь Бог ошибся. И оно из-за густоты, где-то солнечное, вот отсюда болезни пошли. И давай уничтожать понателов. Видите, что это обрезка на кольцо. Я пропагандирую отрезать, если жизнь заставит, то оставляет сучок. Один человек на планете так считает. Наблюдения мои. Я же не виноват, я же не слепой. Вот. Только в очках. Нет. Все поотрезать. Черт, я уж чуть не выматерился. Меня ругали за это. Вот. И вот это вот берем и начинаем калечить дерево. Уничтожение павших листьев. А что вы к листьям-то пристали? По здоровым деревьям листья здоровые лежат. Пришла пора, осень. И они упали. И они перегниют. Накормят червей. Накормят грибы. Гриб это наш главный помощник. Наш союзник. Без грибов не было бы жизни на земле. Они об этом хоть догадываются? Ну. Ну здоровый лист упал. На какого черта его это? Вот делать мне нечего. Представляете, хожу по саду, не делаю ничего. Вы знаете, как-то трудно было вам работу находить. А? Ну что еще придумать-то, господи. Что делать-то? Сад здоровый. Ну так было. Ну что. Порежущая обрезка. Гнилых плодов. Мы уже ясно, почему гнилые. Потому что вы искали сельдерево, плоды гнилые. А у нас-то, пожалуйста, у нас это. Вон они на балконе лежат. Срезка и сжигание пораженных побегов. Вы часть побегов здоровых срезали. Теперь заболели, уже все. Моростойкость потеряна. Значит, туда. А, кстати. Внутрь попадают. Внутренности начинают гнить. А мертвец. И там теперь гриб. И опять он виноват. Не вы отрезая ветку. А гриб виноват. А как он туда попал? Нет. Вы теперь берете, уже отрезаете ветки, которые до этого были здоровые. Вы часть из них срезали. Остальная часть заболела. Вы теперь режете дальше. А дальше пошло. Дымчатая пятнистость. Это, кстати, про обрезку. Это только я вот прицепился пока. Это не все. Вы много чего натворили в стране. Дымчатая пятнистость. Камикос. Это все посредствия. Красная пятнистость. Опять гриб. Да? Опять гриб. Бактериальная пятница. Вот тут пострашнее. Но ладно. Это не все. Для того, чтобы вам заплатили деньги за это самое, вы думаете обывателю, которому продавали. Это брошюра. Тонкая книга. Вот это все они запомнили, не имея ни одного фотографии. Они все это запомнили. Они все это будут. Они будут как. Ух ты. А у меня-то оказывается вертициллизный. Вертит. Это я. Вертитциллизное увядание. Если я прочитать не могу. Насчитанный мужик. Вертитциллизный вилт. Ух ты. Особенно опасен для молодых. Как же, как же. Деревья надо встать. С молоду калечить. Ну, в общем. Продолжать. Еще. Еще. Я их выговорить не могу. Ой, нет. Не надо. А то надо же мясо будет. Еще сколько. А теперь закончили мы с хлорозом. Млечный блеск. Я вот про млечный блеск скажу два слова. Одинственный раз я видел млечный блеск. Но мой абрикос. Я вообще говорю, у меня абрикосы здоровы. Чего ты два обманул? У меня абрикос один больной, до сих пор королевский. Я вас угощал, может быть, там, он возле этой самой, десятки. Он рос нормально. Я построил когда беседку, красиво все, но он закрыл его от солнца. И с тех пор у него листья появился этот самый, как будто их посыпали блестящим таким, знаете, порошком. Вот он, этот есть, этот, как он, млечный блеск. Почему? Дерево 80% времени в тени. Вот почему я говорю, тот товарищ немножко ошибся, когда посадил, да? Вот. Это мой опыт личный. Вот. А кто его вызывает? У меня? Чего понятно? Дураку ясно. Единственное дерево, закрыто от солнца. У меня вина беседка. Сейчас его убери и все наладится. А помните, какие огромные плоды были? Ну, мало. Но, видите, этот, как он, блеск. Опять блеск. Вот. Да. Что пишут? Грибная инфекция. Да вина, это самое, не виновата в инфекции. Виновата беседка. Ну, потом они придумали вредителя. То есть, да, вредители есть. А то, первое, вспоминаем академика Исаева покойного, который что сказал? Что на больные деревья нападают. Вот это и пошло. Вот он, для. Долгоносик. Моль. У-у-у. Сисбилич. У-у-у. И дальше. Это еще не все. Перепутали. Вот они вредители, с ними надо бороться. А я вам говорю, вот это не писали бы. Ни одна культура не требует такой сильной обрезки, как вишня. А я вспомнил, какая культура у нас в России исчезла первая и навсегда. Считается навсегда. Считается, что, да, вишня, что это. Это не я сказал, это с трибуны. Международный операцию, там, где мне рот заткнули. Вот. Мне не дали сказать вот это вот. А человек непросто. Он сказал. Вы знаете, в Европейской России, в Сибири не вспоминали, у нас ее как бы и нету. У нас полно. И она здоровая. У нас она вообще не болеет. Вот. Не подходи. А здесь-то что? И вот получается, что момент, когда они учили нас убивать, это одни из главных. Потому что поканчено, это потом, это Платонова, это потом калечит и стоит, и говорит, сроз, 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 несколько десятков ран. Даже не примиряясь, представляете? Вот. А это ладно. Дело в том, что учили-то вот эти. Они не одни. У них тоже были предшественники. Вот. Не одна культура. Но я нашел источник. Вот это страшная трагедия. Лена Александровна, пусть я не договорю, пусть я сегодня даже полыну не сказал. Вот уже заканчивается мое время. Два часа, да? Понимаете? Я с Украины родом. Что такое украинское село? Оно все в вишнях. Это было всегда. Почему? И почему тогда они не погибали? Сейчас объясню. Украинские села. Я же там вырос. Все бело полностью. Вы знаете, что такое пчелы, которые гудят так же, как на сильнейшем на аэродроме реактивный самолет. Стоит такой гул. Пчел не с десятки, не сотни, тысячи, миллионы. Идет, это все было. Я оттуда привез веточки, оттуда. Но пошло севернее, севернее, севернее. И однажды появились, это еще 150 тысяч мало. Потом это все перешло к периодику. И вот когда миллионы статей научили убивать, а уже вишня была весь юг России. Полностью. Все было. Я не знаю, как Прибалтика, там я не знаю. Но, там Брянская, там Смоленская, Липецкая. Все, все, все. До Москвы, до Твери, до этого, до Ярослава. Все было в вишневых садах. Все, все, бело. Почему? Вишня размножалась двумя путями. Корневые отводки прут так, чтобы борьба была не за это самое. И две проблемы были. Как собрать урожай? Что сделать поросли? Плодоносит на 3-4 год. И что делать поросли? С тех пор ненавидят вишню и слив вот эти вот несчастные, про которых это самое. Про которых. После. А тогда что? Вот дошел от плодоносящего дерева на метр, на два. Выкопал, посадил. Через 2-3 года, через 3-4 года уже плоды. А они еще наплюют косточек, еще и этим зашли. Пусть попозже. Но опять. И однажды случилась страшная беда. Появилась периодика. Когда еще был Мичурин, что было? Огромный, огромный дефицит знаний. В чем она выражалась? Захотел, например, Лысенко сделать страну цветущим краем. Ну кто бы его за это материл бы? Он попал сам со своими идеями, со своим воспитанием сортов. Или это самое. Он же тоже был генетик. Только с помощью холода. Они скрещивают холоды. Он был гением. Он столкнулся с колхозным строем, с рабским трудом. И в это время еще на что надеялись? Создать колхозам приказ. Две тысячи научных организаций, которые будут заниматься. Там Альзимы, там Мичуринские, там Недрять эти. Лысенковские, тут Мичуринские, плодоводство. Все. И везде будут приспособлены для каждого этого. Кто? Кто? Уже тогда была система по уничтожению деревьев, которая сейчас развилась до предела. Потому что то, чтобы они 150 тысяч экземпляров вот эти вот выдали. Вот это вот. Вот это вот. А после этого перешло на миллионы. И уже тогда все было обречено. Дорвались до этих самых. Я сам получал от 500 до 2000 рублей гонорары. Но меня печатали много. У меня сотни статей. Но я тогда уже понял, что это стало приработком для полунищих, извини за выражение, ученых. Это сама ученая. Да все это так было. Лишнее 100 рублей в советское время, лишнее 1000 рублей. Не помеха. И что надо было делать? Надо было наполнить страницы. Вот. И как наполняла страница Канчина? Я уже объясняю. С первого уничтожения деревьев. Я уже завелся, меня не остановить. Антон Валерьевич, мне осталось еще целых 2 минуты. Извини, брат. Уничтожение шло такими темпами, что уже Канчина, чтобы наполнить страницу, уже эту, книжку, о которой про черешня. Все хотят черешни, да? Вначале все, чтобы ее уничтожить. А потом 20 страниц, как из несуществующих черешней, приготовить. Пирог, варенье, да? Компоты. Читаешь, слюни текут. Черешня-то где взять? Ты же научил людей убивать все вот этим вот. А это твои предшественники, они чуть старше тебя. Считаем. И заканчиваем, наверное. Ой, самое интересное, это впереди и еще неделю пройдет. У нас неделя выпала по техническим причинам. Итак, ни одна культура не требует, я уже добиваю эту тему, такой сильной обрезки, как вишня. Вишня требует требовать. Вот она исчезла. Экспорационный срок вишневого сада длится недолго, 12-15 лет. Тридцатилетние деревья стоят. Вот. Не тросщики будут стоять. А здесь почему так? Скажутся, грибы сожрали. Да, жрут. Изувечили и получили вот такой срок. Да из-за этого я бы пальцем пальцем стал бы осадить. Потому что если из кости их ждешь, то 5-7 лет первого плодоношения. Деревья быстро растут уже в питомнике, заметно выделяясь. Вишня хорошо ветвится, рано начинает плодоносить. С 4-15 лет назад урожайность падает. И еще бы. Прекращается рост скелетных веток в длину. Старое плодовое образование высыхает, новое не появляется. Но это вы уже, извините, это самое. Вы уже, мы это проходили. Жизнь можно продлить, если у него сохранились скелетные разветвления, омолаживание кроны. Ой, боже мой. Ну и дальше учеба пошла. Смотрите. Обязательно надо вот сделать такой штамп. А это вишня требует. Она не может без этого жить. Что вы? Как же она без штампа? Вот я понять не могу. Кроме того, что мне приходилось под персик лазить уже не на ствереньках, а на животе. Я не могу. Ну ладно. И то я не отрезал. С чем вам вот я все понять не могу? Еще раз. При пересадке обычно первый год придет плохое ветвление. Почему? Корни восстанавливаются. Корни нарушены. Все. Дерево на новом месте. Мы уже привыкнут. Оно может быть хуже прежнего. И они обычно, вот эти ветки, они обычно небольшие и редко плодоносят. Стоит им на второй год, они начинаются уже нормальные ветвления. Нормальные, то есть уже дерево окреплое, вот она вишня, все растет. И в этот момент эти ветки, они отсыхают. Ну потом, когда уже дерево совсем большое и не пропускает солнечные лучи, нижние ветки могут отсохнуть. Но потом. А или профилактику не сажают сразу. Это стало нормой. Раз. Второе. Они не плодоносят, считается, что они вредны уже хотя бы этим. Как только они силы отнимают. То, что на них листики. А листики это фотосинтез. А листики это, получается, они с помощью фотосинтеза кормят корни. Вот. Об этом они, специалисты, как-то забыли. Вот. И вот перед нами нормальное дерево. И вот оно изувечено. А потом наша песня хороша. Начинает сначала. Почти все сказал. Нет, не все. Независимо от группы сортов, древовидные, кустовидные вишни формируются, исходя из общих единых правил. Знаете, что это значит? Есть дерево, растет вот оно. Назовем его древовидным. И здесь же вишня растет кустом. Степная, песчаная. Нет, она кустом не растет, у нее просто маленький штаб. Вот. Больше не исключил пока. А просто эта же штабовая вишня, она тоже дает отводки многочисленные. И вот получается, они взяли, правильно поделили, древовидное и кустовидное. Вот она может, эта же вишня, может, если не отрезать поначалу, не бороться с этим, она может расти кустом. И они пишут, единое правило. Ей от природы дано расти кустом. Это ее и есть форма. Что делать? Делаем деревом. Делаем деревом. Еще больше калечим, потому что там это, раз, и уже дошло до того. Смородину мы деревом делаем. А? И много чего. Крыжовник деревом делаем. Вот заняться нечем. Это ученые с дипломами, я знаю такие, докторов наук. Вот. Ну что? Единое правило так и написано, я специально подсеркнул. Эти-то уж кусты-то оставьте уж их-то в покое. Это их природное это. Если бы вам показалось, что на дереве в лесной ветке кустов хотя бы не то что. Ну что, хватит. Вот пошла совсем другая тема. Вот. Я не мог пройти ММИ, когда мне вот это подсунули, это мне Железову, который напечатал около 400 статей, а сейчас еще благодаря отраценке, а сейчас еще меня печатают. То есть уже больше 400. Ко мне приходит такая бумажка. Не бумажка, а эта. Но эта уже будет совсем другая эта. Потому что, как это, чистое мошенничество мне предлагают при этом участие. Почему? Ну, все официально. Пожалуйста. А дальше сюда нажмем, и мы узнаем, что заплатив 50-60 тысяч рублей, я могу стать, будучи, ну кем, например? Шахтером. Просто пьяницей. Безработным. Который ни одного дня не работал. В институт не поступал, не кончал. Закончил 7 классов школы, на двойке выгнали со школы. Но заплатишь 60 тысяч, и ты савтор самых крупнейших. Так нет? Будете продолжать эту тему? Потом, наверное, не сейчас. Это можно продолжить, но это так много и долго. Вот мне прислали такое приглашение. Ну, у меня, конечно, если бы было 60 тысяч, я бы, конечно, бы это, зачем мне савторство? Ну, это в наше время официально. Вместо того, чтобы тут же послать группу захвата, тут же мордой в стол, тут же компьютер с этим, с диском, тут же доказательство, что они мошенники. А потом проходит немного времени, говорят, а у нас-то академики-то липовые? Путин его мордой возил по столу президента Академии наук. А зачем, говорит, вас тут делает этот милиционер? Вы кого выбрали? А он, видимо, между этими. Ну, что, друзья, в мое время истекло. Теперь так, нас двое, ждем вопросы оба. Почему? Потому что есть вещи, которые лучше знает Ирина Александровна. Когда меня не будет, я даже попрошу ее, то есть, мало ли, заболел, помер, извините. Вот, значит, я бы хотел, чтобы вебинары продолжались. Вот, моя молодежь садовая, вроде бы, тоже подрастает. Но Елена Александровна буквально создана для этого. Может, когда-то вы однажды нажмете на кнопку, а тут, вот здесь вот, если мое лицо видно, и будет ее лицо. И будет продолжение бесконечное. Ну, все, пока. Вот. Еще попрошу прощения у Алексея Макарова. Вот его персики, опять же, от Железова. Вот. Он прислал материал, очень большой объем, я открыть не смог. Потом у меня проблема с почтовым ящиком. Почтовый ящик вообще не работает. И в результате я не смог рассказать про еще одного удивительного садовода, волшебника натурального. Вот. Еще одно направление садоводства, еще, вернее, один регион. Алексея, извини. Вот. Ну, не по сей день живем. Вот. Чудеса продолжаются. Антон Валерьевич, извините, я прошло 7 минут. Мы ждем вопросов. А пока на кухню. Антон Валерьевич. Продолжение следует...